Ещё раз здравствуйте. Мы с вами немножко знакомы, но для точности момента. Меня зовут Лобанова Татьяна Владимировна. Я сотрудник лаборатории палеоэкологии, института экологии растений и животных города Екатеринбурга, это Уральское отделение Академии наук, а также сотрудник Сургутского университета. Я биолог по профессии, конкретно в данное время я занимаюсь археозоологией. Это как бы отдел зоологии, который изучает остатки животных с археологических памятников. Но сегодня тема нашей беседы, я бы это так назвала, а не лекции, будет посвящена природе Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Поскольку вы там живёте и учитесь, я работаю на этой территории, поэтому мы немножечко с вами познакомимся о том природном окружении, в котором, в общем-то, мы живём. По мере нашего с вами общения во время раскопок, я поняла, что, в общем, ваше знакомство с тем природным окружением, в котором вы живёте, оно очень ограничено. Многие из вас в лесу не были и вообще на природе были мало, и слабо себе представляют вообще, с чем они имеют дело, попав туда. Да, поэтому вот мы немножечко сейчас это обсудим. Вот территория в красном выделена, да, территория Ханты-Мансийского автономного округа. Вот мы с вами сейчас, да, находимся примерно вот здесь, посёлок Салу. Да, то есть, представляете, мы сейчас вот на самом юге, а вот территория округа, она достаточно большая, и она очень разнообразна по своим природным богатствам. На западе, на юго-западе округ граничит со Свердловской областью, областью на северо-западе с Коми округом. Вся северная граница, это Ямало-Ненецкий автономный округ, вот, который уже, собственно, территория которого уже граничит с Арктическими морями, да, то есть это, в общем, это уже крайний север Евразии. На востоке это Красноярский край, и на юге это остальная территория Тюменской области, собственно. Ханты-Мансийский округ, территория Ханты-Мансийского округа, да, относят к двум ботанической географическим областям, да, Уральской горной и Западно-Сибирской равнинной. Вот если мы вернёмся, да, немножечко сюда, вот, вот, видите, да, с запада это Уральские горы, это уже приполярный, полярный Урал, вот, и вот здесь граница округа идёт прямо практически по хребту, и вот здесь вот в территорию округа входит один из, одна из самых высоких вершин, гора Народная, 1894, по-моему, метра, вот, а большая часть территории округа находится в Западно-Сибирской низменности, да, то есть вот, вот здесь вот с гор идёт понижение, вот это называется восточный макросклон Урала, да, на западном макросклоне это Пермский край и Коми округ, да, вот, а у нас восточный склон Уральских гор и Западно-Сибирская низменность, вот такая вот. В этой зоне Западно-Сибирской низменности, да, у нас характерно, достаточно отчётливое зональное деление на территорию Северной тайги, здесь вот по Северному краю, Средней тайги и Южной тайги. Вот мы с вами сейчас, собственно, находимся, да, в Южно, в самом таком, в самой северной части Южно-Таёжной зоны Западной Сибири. Вот. И поговорить-то сегодня я хочу, как бы, больше о том, что нас с вами сегодня окружает. Вот, видите, у нас Полярный Урал и такие приполярные тундры, вот, это вот тоже, да, здесь вот у нас идёт граница, граница между округами, она представлена вот такими практически почти около гор тундровыми ландшафтами, да, с небольшими лиственичными редколесиями, вот. А вот здесь, вот видите, это вид с вертолёта, это сплошное, сплошное море леса, по сути, пересекаемое различными водными преградами, реками. Вот. Ну, у нас с вами Нефтьюганский район, это одно из самых южных, практически, да, районов Ханты-Мансийского округа. Вот. И оно характерно, для него характерно большое обилие болотно-озёрных угодий. Вот. Это весенняя картинка. Почти все фотографии, которые я здесь использовала, они сделаны здесь. Либо здесь непосредственно во время нашей работы с вами, да, либо в другие, как бы, годы мы ходили, фотографировали. Поэтому, в общем, это всё по большей части, за исключением фото зверей, которые взяты из интернета, это наши фотографии. Вот. Вот такая картина, она характерна вообще для западно-сибирской низменности, для весенних разливов. Да, нужно понимать, что Ханты-Мансийский округ находится в зоне с одним из наиболее больших количеств осадков годовых. Причём большая часть этих осадков, когда я это узнала, я как-то так немножко удивилась. Я подумала, ну, вроде дождей-то немного идёт, да, когда начала интересоваться этим. Большая часть этих осадков выпадает зимой. То есть большое количество снега, да, оно вот характерно для, вообще, для Западной Сибири, вот. И это одно из таких основополагающих, то, что определяет растительный и животный мир, да, который приспосабливается к этим условиям. Соответственно, по весне, когда вся эта вода начинает таять, реки начинают вскрываться, и залитым оказывается почти всё пространство, да, вокруг рек и озёр. Так называемая система сорок. Кто-нибудь знает, что такое сорок? Нет? Никто не знает. Что такое озеро, знаете, да? Это закрытый водоём, да? Не проточный закрытый водоём. Что такое река, да? Это проточный водоём. Сор – это озеро, которое связано, как правило, с рекой или с озером, сыровые озёра, так называемые, которое наполняется во время паводков или во время обильных дождей. То есть этот сор может почти полностью пересыхать, да, когда нет воды. Во время паводка или во время обильных дождёв, дождей, сарай наполняются водой. Они, как правило, соединяются либо с другими озёрами, либо с реками. Вот. И образует такое единое водное пространство. Вы, наверное, когда-нибудь видели, когда едешь по автомобильной трассе между Нефтьюганском и Сургутом весной, там вдоль всей трассы по обеим сторонам иногда стоит вода. Вот это вот снято вот с этой трассы. Фотография. То есть совершенно понятно, да, что вот здесь на возвышении стоит лес, а вот это вот, а вот это всё это залитое, да? Вот. Вот это, знаете, что такое? Кто-нибудь догадается? Это хатки-андатр. Что такое хатки, знаете, да? Вообще, обычно хатки, то есть в нашем представлении хатку строят бобр. Но бобра на этой территории истребили к 17 веку, к концу 17 века. Бобр в своё время заселял всю эту территорию, всю территорию Ханты-Мансийского округа, но поскольку он имеет чудесную шкурку, живёт семьями, да? Ради этой шкурки, ради бобровой струи, так называют секрет его желёз, вот. Бобра к концу 17 века истребили почти полностью. В данный момент он остался всего лишь в двух заказниках и не расселился с того момента. Но в советское время, в середине прошлого столетия, сюда была завезена американская зверушка в названии Мандатор. Вот. Которая прекрасно расселилась и заняла практически место бобра. Это тоже водный грызун. Бобр вообще это самый крупный грызун России. Да, если мы не считаем южных территорий, куда иногда заходят дикобразы, которые крупнее, то бобра это самый крупный грызун России. Вот. А Амдатра это американский зверь, которого изначально не было на нашем континенте, которая сейчас заведена, была завезена и прекрасно адаптировалась. И сейчас она расселилась вплоть до арктических побережьей, её очень много. И вот если ехать по этой дороге, там есть озёра, где этих хаток можно до полусотни насчитать. Вот так вот летом выглядят болотно-озёрные угодья. Да. Что-нибудь здесь узнаёте? Какую-нибудь из фотографий, нет? Да. Которую? Первый ряд по центру. Первый ряд по центру, да. Это берег озера Сырковый Сор. Это снято с нашего с вами первого раскопа. Да? Вид на озеро Сырковый Сор. Вот. А это тоже, это вот вдоль этой вот дороги, недалеко от Нефтеуганска фотографировалось. Вот. Так вот это всё выглядит летом. Это практически, да, практически каулы. Это всем известная пушица, которая цветёт летом. Это заросли лютиков. Вот. А вот это знаете, что такое? Видно немножко? Что там за насекомое? Плохо видно, да? Это шкурка от выленившей стрекозы. Это личинка стрекозы, которая стрекоза, это хищное насекомое. Она поедает всяких мелких мошек, комаров. А личинка у неё тоже хищная. Она живёт в воде и поедает личинок, мошек и комаров, которые живут в реке. Вот. А здесь это вот она выползла на стебелёк. И из неё вылупилась бабочка, а шкурка осталась. Фу, бабочка. Стрекоза, понятно. Вылупилась стрекоза, а шкурка пустая осталась. Вот это вот коложницы, которые цветут, когда ещё вот травы почти нет. Это ещё сухая трава. А всё остальное – это уже летние фотографии. Вот. Вот это кто знает, что это такое? Это богульник, да? Ещё его называют болиголов. Потому что он даёт такой тяжёлый аромат, что если очень долго ходить по спагновым болотам, то голова начинает болеть. Это пушица, которые, заросли которой. Но вот здесь её немного, да, в южной части. А на северных территориях её очень много. Это вот снято около нас, около Солыма. Это ветреница весенняя, да, незабудки, звездчатки. Но кроме водных просторов и болот, да, то есть у нас мы находимся с вами в тайге. Какие основные деревья вы знаете? А? Берёза, осина. Берёза, осина. Вот так. Это какие деревья? Лиственные. Лиственные, правильно. Какие хвойники мы знаем? Сосна, ель, кедр. Сосна, ель, кедр. Дальше. Пихта, лиственница, да. Но лиственница... То есть у нас есть так называемые светло-хвойные леса и есть тёмно-хвойные леса. Светло-хвойные леса, как правило, образованы сосной. Да, сосны у них высокий, особенно там, в густом лесу, это высокий ствол, да, и крона вся располагается по большей части сверху. Вот. Нижние ветки бывают богаты иголками только там, где сосны стоят одиночно, да, в хороших условиях. А в основном в лесу эти кроны все расположены в верхней части. В темно-хвойном лесу, вот здесь вот у нас, например, темно-хвойного леса, это около Приобье. Знаете, да, где Приобье находится? Это на север, по Аби. Вот. Темно-хвойный лес, как правило, образован елобо-пихтовыми. У ели короткие иголки, острые, колючие, у пихты мягкие иголки. Почему ценятся пихтовые веники, да, потому что у пихты более длинные, мягкие иголочки, более гладкий ствол, вот. И темно-хвой, в темно-хвойе часто еще бывают кедры, да, то есть кедр, это простонародное название, сосна сибирская, то есть это вот три основные породы, которые образуют темно-хвойные леса, вот. Светло-хвойные леса образованы в основном сосной, иногда сосна в перемешку идет с лиственницей, с темно-хвойными породами, но зачастую сосна растет, как бы, отдельными большими массивами, вот, и образует такие беломошные бары. Почему они называются беломошные, да, потому что внизу, если вот мы сейчас с вами гуляли по лесу, у нас лес такой заросший подростом мелким, да, очень много кустарничков мелких, да, очень много травы и кустарников, все это затрудняет. В беломошных барах практически, кроме стволов сосновых, внизу ничего нет, все покрыто белым ягелем, белым мхом, и они такие прозрачные на просвет, да, и по ним очень легко ходить, единственное, что этот ягель, он пружинит, а так по нему очень хорошо ходить, там нет никаких буреломов, нет никакого подроста, который бы мешал ходить, вот, но мы с вами вот сейчас, вокруг нас с вами елово-пихтовый темнохвой, но кедро, чем отличается священная кедровая роща, в которой мы работаем, да, что на месте кедровой рощи мы сейчас имеем, собственно, лес, состоящий в основном из лиственных пород, из березы и сосны, уфу, сосны, говорю, осины, да, то есть, вот, в принципе, список деревьев, да, которые растут, вот, почему у нас здесь такое, потому что береза и осина вообще вот в таежных массивах Западной Сибири в основном разрастаются на месте горя или вырубок, там, где основной таежный лес поврежден, да, их места занимает береза и осина, в первую очередь, они более неприхотливые, они менее требовательны к влаге, они очень быстро растут, но со временем, через 50 лет, вот, если прийти на место сгоревшего основного коренного леса, да, то мы увидим, что подросшие березы и осины создают необходимый полок, защиту от солнца, от излишнего снега для хвойных пород, и как только они поднимаются, да, под ними начинается быстро вот такой вот подрост вырастать, да, вот эти маленькие, вот эта еля, вот эта пихта, да, видно разницу, вот, и мы, то, это то, что мы сейчас наблюдаем в кедровой роще, когда кедровая роща сгорела, да, поднялся березово-осиновый лес, который создал условия для хорошего подрастания хвойных пород, и вот сейчас весь наш лес, да, вот на прошлой фотографии, на прошлом слайде был кедр молодой, да, здесь молодая, молодая ель и молодая пихточка, вот они сейчас подрастают, и со временем они выместят весь этот березово-осиновый лес, вот, и здесь снова встанет темнохвойная тайга, вот, потому что березы и осины, они, в общем, их век недолг, они достаточно быстро начинают заболевать, гнить по сравнению, да, с темнохвоем, который может стоять и двести и триста лет, если ему позволят условия, вот, но они необходимы для того, чтобы вот сформировался для подростков вот этих хвойных деревьев, вот, что у нас еще, чем характерен наш лес, да, то есть здесь у нас большое, пока у нас есть березово-осиного, такое вот, крыша, я бы так сказала, да, у нас здесь масса травянистых растений подрастает и дает такое лесное луговое сообщество, но здесь в основном вот лесные травы представлены, вот это вы знаете, что такое, это здесь сфотографировано, это дикий пион, который многие выращивают у себя на огородах, называется марин корень, вот, а вот это вот очень интересно, это одно из наиболее ядовитых растений, аконит, его здесь очень много, если вы видели, вот, да, оно очень красиво цветет, но это вот очень ядовитое, из ядовитых, здесь еще много вороньего глаза, ну, что-то я не успела его сфотографировать, но он Андрюша вам покажет, если ты его знаешь, я надеюсь, как выглядит вороний глаз, есть его не надо, да, у него есть такая в центре, в центре розетки листьев, есть такая черная ягода, которая кажется очень такой привлекательной, но есть его не надо, вот такая травянистое такое сообщество под пологом леса, вот здесь я вам подобрала, да, интересные, вот это вот местные орхидеи, орхидеи, вот это вот, она почти зеленая, незаметная, да, то есть орхидеи есть у нас и здесь, это вот два разных вида грушанок, которые сейчас цветут, вот, а вот это знаете, что такое, а это наша местная лиана, то есть у нас здесь в северном лесу тоже есть лиана, да, знаете, как называется эта лиана? Княжек Сибирский, мы уже говорили с вами, да, про, ну, с кем-то из вас я говорила, что у нас есть такая ягода, княженика, да, а это, видимо, княжеская лиана, вот это вот, сейчас я найду его название, Недоспелка Кобьевидная, да, смешное, ее очень много у колороскопа, она вот сейчас собирается зацвести, цветков пока нет, еще только бутоны, у нее вот такие вот Кобьевидные, видите, листочки, я бы сказала, сердцевидные в чем-то, да, а название Недоспелка, очень смешное, у нас здесь в нашем лесу очень много съедобных растений, вообще на территории Хантамасийского округа 148 видов только лекарственных растений, да, вот, 66, которые из них применяются в медицине, но что интересно, да, наиболее важным сырьем является гриб чага и березовые почки, как-то они странные, вот, на самом деле, если мы говорим о чаге, то тела этих грибов, это трутовики, которые растут на деревьях, да, представляете себе, да, что такое, вот, тела этих грибов мы находим на многих северных археологических памятниках, да, которые заморожены слоем, но это в основном в Ямал-Ненецком округе, потому что здесь нет вечной мерзлоты, а там она есть, но там, вот, тела грибов сохраняются практически на всех памятниках, на памятниках русского населения, аборигенного населения, то есть, вот, вот, всегда они там есть, то есть, этот гриб использовали, в общем, столетиями использовали его свойства, вот, заваривали чай и по-другому его поджигали, его им окуривали, в общем, такое давно известное лекарственное средство, вот, а в первой колоночке я написала съедобные растения, да, но там забыла только еще очень много костяники, еще очень много костяники, а вот, помни, вот эта ягода, вот эта вот, называется княженика, да, там у нас княжек сибирский, вот, а это княженика, а вот эту ягоду я сфотографировала вчера около раскопа, да, то есть, у нее есть, у нее, то есть, когда я приехала, фотографировала цветы, а сейчас уже есть вот такие ягодки, они еще не до конца зрелые, они еще потемнеют, вот, но вы около сургута, наверное, тоже можете найти, они вблизи всяких вот таких вот водных, этих самых, биотопов, она растет, вот, скоро созреет, а вот эта вот смородина, которая тоже созрела во время нашего с вами пребывания, красная, она растет тоже около первого раскопа, мы когда приехали, ягодки были зеленые, вот, вообще в Западной Сибири есть и черная смородина, и красная смородина, вот, красная смородина, чтобы вы знали, как отличать, отличается тем, что ее листья не пахнут, то есть, вот этот вот характерный смородиновый запах есть только у листьев черной смородины, у красной смородины нет этого запаха, вот, ну, вот она тоже созревает, вот это вот, здесь, может, плохо видно, это вот небольшой кустик жимолости, в 13-м году, когда здесь начинались раскопки священной кедровой рощи, здесь ее было очень много ягод, в этом году ягод я не видела, а в тот год был, огромный урожай, было очень много ягод жимолости, вот, но одна из самых, это вот у нас рябина, да, а здесь вот тоже, может быть, видно, мелкая фотография, поспевают черемухи ягоды, это тоже около нашего раскопа все, то есть, если вдруг вы заблудитесь в лесу, можно прокормиться, еще, вот, не прямо около раскопов, немножко поодаль, а есть очень много кислицы, кто вот с нами ходил, ребята, они ее пробовали, Андрей вот знает, покажет вам, что такое кислица, это такое растение, по вкусу напоминающее щавель, оно съедобное, вполне, еще оно называется, может быть, слышали у себя зайчья трава, я думаю, потому что зайцы ее любят, вот, это шиповник цветет, это тоже около нашего раскопа, да, то есть, вот, глядя на этот список внушительный, но кедровые шишки все видели, и все видели погрызенные, да, кедровые шишки, которые были погрызены белками и бурундуками, вот, ну и понятно, да, всем знакомые грибы, это вот тоже все, что растет, вот этот интересный гриб, это называется строчок осенний, почему он вырос сейчас, он очень необычный, мы его тоже нашли, когда ходили искать медведя, медведя не нашли, но нашли строчок, вот, это рогатики такие, да, которые не очень похожи на грибы, это тоже я рядом с раскопом фотографировала, вот, но большая часть рогатиков тоже съедобны, да, это сыроежка, это вот маховик, это, понятно, подберезовик, подосиновик, белый гриб, это то, что вот растет непосредственно рядом с раскопом сейчас, да, это все грибы съедобные, причем верхний ряд это грибы первой категории, что называется, да, или более вкусные, животный мир Ханты-Мансийского округа, на самом деле на селевных территориях, территориях живет не так много животных, как на юге, скажем, да, если в тех же саваннах африканских мы можем насчитать несколько десятков видов копытных, то на нашей территории в основном живут два вида, это лос обыкновенный и северный олим, а на западе немного заходит косуля, да, со стороны Свердловской области, вот, и в последнее время вот иногда появляются кабаны дикие, да, дикие кабаны, вот, но это, в общем, редкие заходы, это, сейчас это связано с потеплением, с выруками леса и так далее, вот, а так основные два вида это лоси и северные олени, почему эти два вида живут на этой территории, чем они отличаются от других, тем, что им позволяет выжить, вот, в этих лесах, вот, в этом высоком снежном покрове, как вы думаете? Ну, у меня, потому что они мокли, да. Что? Ну, то, что у них здесь есть кормовая база, это да, но еще. Какой вопрос? Вот, я вам даю подсказку, лось это самая высокая копытная в нашей стране, которая живет. Они, у них ноги длинные, они, по-моему, сейчас угробуха. Да, совершенно верно, у лося очень длинные ноги, да, это очень высокое животное, и эти длинные ноги позволяют ему жить в местах с высоким снежным покровом. Остальные копытные просто провалятся, та же косуля провалится по брюхо, и она, конечно, гораздо легче, но ей будет очень тяжело скакать, ей очень тяжело будет передвигаться по лесу, поэтому косули, даже вот в Свердловской области, да, не заходят далеко в лес, они стараются держаться на опушках, ближе к открытым местам, где часть снега выдувается, потому что в лесах, особенно в темнохройных лесах, большие массы снега накапливаются, да, они не сдуваются там ветром, не передуваются, если вы выйдете куда-нибудь на реку или на озеро, вы увидите, что там снежный покров всегда ниже. Он выдувается, раздувается, да, и задерживается в лесных массивах. Там очень много снега, и поэтому такие копытные, как косули, не могут передвигаться. У лося очень длинные ноги. За счет этого он передвигается вот по этим вот снежным заносам лесным. А с северным оленям что не так? Как ему удается преодолеть эту проблему? Может, за счет площади опоры на копыта? Да, правильно. За счет площади копыта. У северного оленя очень нижние, вот, само копыто устроено немножечко не так. Он тоже парнокопытный, как и лось, да, но у него третьи, средние фаланги, да, на средних фалангах расширенные, расширенные роговые чехлы, и все это оторочено мехом. И создается такая, как бы, подушка, да, которая увеличивает площадь. При том, что северный олень очень легкое животное, по сравнению с лосом, да, они не крупные. Они размером тела, ну, с крупной собакой. Но при этом вот эти вот широкие подушки на копытах позволяют ему не проваливаться зачастую вот в этот снег. Кроме того, северные олени, как правило, живут группами. Если лось, это в основном одиночное животное, иногда они, как бы, создают небольшие семейные группы, то северный олень – это животное статное, да, и там, где они идут, они натаптывают тропы практически. Вот. Вот это все позволяет северному оленю тоже приспособиться, то есть у нас живут два вида, подвида северных оленей – это тундровый северный олень и таежный северный олень. Причем, что интересно, таежный северный олень, он также крупнее тундрового за счет чего? За счет у него увеличивается нижняя часть ноги метаподий, да, и ноги становятся выше. Тоже, чтобы передвигаться по этому высокому снегу, который в лесу. В тундре снег не такой высокий, в тундре снег раздувается, вот. Поэтому таежный северный олень тоже выше за счет того, что вот ему нужно передвигаться по вот этим вот высоким сугробам. Вот, собственно, два вида, которые чем, чем, что еще характерно для северного оленя. Вообще, северный олень – это, я бы так сказала, основа выживания человека на этих территориях. Если мы говорим об археозоологии, да, то есть вот сейчас мы копаем археологический памятник, то все, практически во всех археологических объектах на территории Канты-Мансийского и Мал-Ненецкого округа, по всей северной Евразии даже, да, начиная с Большеземельской тундры и заканчивая Чукоткой, на всех археологических памятниках сохраняются кости северного олени. Чем еще интересен северный олень – это вид, который практически не изменился с плейстоценом. Он жил параллельно с мамонтами, да, одновременно, шерстистыми носорогами, бизонами и другой вот этой вот мегафауны. И он был абсолютно такой же, с тех времен он практически не изменился. Во всех местонахождениях, где мы находим мамонтовую фауну, мы находим и кости северного олени. Вот, это вид, который пережил вот это потепление, которое наступило около 12 тысяч лет назад, да, который вполне успешно существовал тогда и вполне успешно существует сейчас. Ну, если не считать, что его там где-то повыбили, где-то одомашен, но тем не менее. Сохраняются еще огромные стада дикого северного оленя, американского, Карибу, да, который, ну, практически не отличается от нашего северного оленя. Вот, что интересно, на американском континенте северного оленя не одомашний. Там никогда не было домашних оленей, и там сохраняются дикие стада Карибу. У нас дикие стада огромные, миллионные стада северного оленя сейчас на Тайбуле, где его никто не выбивал, вот, и где он удачно вполне себе живет и размножается. То есть это пример очень успешного приспособления вида, да, вот к таким условиям, очень успешного. Вот, при этом, почему, скажем, олень северный, а не лось, стал основой вообще питания древних людей? Олень стадное животное, да, олень стадное мигрирующее животное. То есть тундровые олени, например, они мигрируют на самом, летом, в самое комаринное и оводовое время, они мигрируют на самый север, да, в северные тундры, где меньше насекомых, где ветер их вздувает, где прохладнее. Вот, к зиме они возвращаются в лесо-тундру, вот, и такие же похожие миграции происходят и у таежного подвида. Вот, поскольку они мигрируют большими стадами, да, зная пути миграции, зная пути миграции, можно на этих путях устраивать облавы, да, особенно там, где оленью нужно пересекать водные преграды, да, переплывать реку, переплывать Обскову-Губу, это залив, да, Акарского моря, если мы говорим о Ямале, по острову Ямала. Здесь тоже реки и озера, и, зная вот эти пути миграции, можно на всю зиму набить оленя так, чтобы твоя семья или твой род выжили. Лось – одиночное животное, и даже если ты добудешь небольшую группу лосей, это недостаточное количество мяса, да, вот. Северные олени, иногда их стада по многу сотен содержит животных. И при таких условиях, зная пути миграции, конечно, можно заготовить много мяса, за счет которого продержаться, вот, тяжелую зиму, когда совсем плохо с другими ресурсами. А вот, тут вот Георгий Петрович рассказывал, как местные коренные народности, да, то есть их жизнь напрямую зависела от того, изменит ли вдруг северный олень путь. Когда они подстерегали его на обычных путях, да, что-то могло спугнуть стадо оленей, и они могли уйти на другую переправу. И если там, где была засада, облава, да, заготовлено, и вдруг олень уходил оттуда, то это сулило голодом на всю оставшуюся зиму, как бы, всей общине большой. Поэтому северный олень на этой территории – это главное, в общем-то, пища всех народов, начиная вот с древности, как только они сюда пришли, на эту территорию жили. Ну, теперь вернемся к более мелкой фауне, да. Грызуны и заяцеобразные. То есть мы видели, как немного у нас копытных, но на самом деле и остальных зверей у нас тоже относительно немного на этих северных территориях. Вот бобр азиатский, это мы о нем немножко с вами поговорили, что он практически полностью, он заселял все эти территории, его было очень много, но его почти полностью истребили. Почему шкура бобра так ценилась? Вода там. Да, правильно. Это водное животное. Во-первых, в отличие от других пушных животных, да, если у других пушных животных они летом линяют, да, их можно добывать только зимой, когда зимний мех. Вот. У бобра практически нет вот такой ярко выраженной линьки. И его шкуру можно с одинаковым успехом использовать как у летнего, так и у зимнего животного. Другой еще фактор. Почему? Бобры живут семьями. Это та же причина, что у северного оленя, да. А, как правило, при охоте на бобров брали всю семью, которая жила в хатке. Хатки бобров, они похожи на, вот то, что мы видели, да, хатки андаты. Вот. Они делают только в других местах по другому принципу, да. Они запруживают реки, запруживают реки, да, зачастую. Причем, вот в Свердловской области сейчас у нас развилось огромное количество бобров. На них никто не охотится, и они кладятся, как грызуны, очень быстро. Вот. Они валят вот такие осины и березы. Вот такие вот. Огромные. Причем иногда вот они подряд. То есть в одном месте можно там до двух десятков поваленных огромных деревьев найти. У меня вот были фотографии, я никогда было искать, где вот бобры вот так вот вываливают просто лес. Причем они вываливают деревья так по берегу реки, да, чтобы они перекрывали реку. Вот. Устраивают запрудов, которые очень удобно плажут, в которые начинают расти вкусные мясистые водяные осойки, да, которыми они питаются, собственно. Они не едят эти деревья. Вот. Но зато эти деревья, особенно осины, которые вываливают бобры, очень любят зайцы. Зайцы приходят и обгрызают эту кору. Вот. Иногда ты видишь, что поваленная осина, кора с нее, особенно с веточек, полностью съедена. Вот. То есть зимой зайцы по льду приходят и полностью ее обгрызают. Вот. У нас здесь живет заяц Беляк. Я специально взяла две фотографии. Вот этот начал линять, да, то есть летом серый, зимой белый. А этот чуть-чуть не закончил линять. У него остались немножечко буроватые ушки, да. Но вот он почти белый. Это один и тот же заяц. Эта фотография сделана в зоопарке. Вот. То есть летом зайца практически не видно. Вот. Заяц у нее относится к грызунам. Это отдельный отряд зоцеобразных. К нему же относится вот такой интересный зверь, о котором, я думаю, вы не слышали. Это обыкновенная пищуха и сеноставка. Вот. Пищухи живут как раз вот в той части, в горной части, да, Антимансийского округа на приполярном Урале. Они живут в горах. Вот. Их еще иногда горными зайцами называют. Вот. Сеноставками их называют, потому что они заготавливают такие маленькие стажки сена себе. Вот. На зимнее время. Вот. Видите, они выделены красным. Это оба вида, которые находятся в красной книге Хмау. Вот. Красные книги устроены таким образом, да, что у нас в каждой области есть своя красная книга. И бобр достаточно обычный в Свердловской области, да, в Ханты-Мансийском округе находится под угрозой исчезновения. Так бывает здесь. Но остальных вы видели. Это Бурундук. Кто-нибудь видел живого Бурундука в лесу? Я видел. Вот. На самом деле, если немножечко походить и посмотреть, их очень много. Они хорошо, они, в общем, почти не боятся, да. Вот. Они через Айегу, их очень много, если туда перейти. Вот. Белки. Вот та самая андатра, да, чем-то напоминает бобра. Но она гораздо меньше, да. Андатра – это, ну, вот такое вот животное. А бобр – это вот такое вот животное. Почему еще истребили бобра? Да, немножечко еще. Бобр – это тоже, это вот как и северный олень, зверь, который, в принципе, на этой территории играл огромное значение. Бобр, он очень вкусный, к тому же. Это большое количество вкусного мяса. Потому что это грызуны, да. Вот. Он довольно крупный. Он может весить около 20 килограмм. 25 даже, взрослый бобр. Вот. Поэтому здесь использовалось все. Потом использовали, очень активно использовалась бобровая струя, как называемая, да. Это секрет половых желез бобра, который хранится в специальных таких мешочках. Когда бобра забивали, его аккуратно доставали, потом эти мешочки высушивали. Вот. А потом этот секрет использовали для лечения различных болезней. Считалось, что он помогает, как и желчь медведя, да. Это два таких вот мощных лекарственных средства. А еще, как бы, окуривали с помощью вот этого секрета бобровой железы. Его поджигали на специальных подставочках, да. И с помощью его окуривали, очищали помещение. Да, или окуривали там плохого человека. Или окуривали женщин во время месячных, потому что это считалось, что женщина грязная. Если вдруг она перешла там через порог со священного чума или какую-то условную красную линию, да, которую она в это время пересекать не должна, то вот с помощью таких очищающих средств очищали пространство вокруг. Поэтому бобры, это тоже, вот я считаю, что северные олени, бобры, это два таких вот животных, которые обеспечивали выживание на этой территории. Ну, здесь вот, здесь живут два вида леммингов. Кто-нибудь что-нибудь знает про леммингов? Нет, никто не слышал? На севере, ну, лемминги живут в основном в самой северной части, это тундровые виды. Они живут в основном на полярном Урале. Ну, я думала хотя бы, что вы слышали, что лемминги идут и толпами топятся в море. Нет, даже этого никто не слышал. Лемминги, это, как у всех грызунов, вот, у них существует динамика численности. То есть год от года количество любых грызунов, а леммингов в особенности, может разниться в сотни раз. Да? То есть бывают, это идёт волнами по синусоиде, что такое синусоид, да ещё кто-нибудь помнит, да? То есть бывает пик численности, когда бывает там по нескольку зверяков на квадратный метр. Представляете себе, да, квадратный метр? Вот. А бывает депрессия численности, потом идёт, как правило, резкая депрессия численности, потом идёт нарастание, и вот численность почти всех грызунов подвержена вот такой вот динамике, вот такой вот синусоиде. Вот. Соответственно, вслед за грызунами, да, грызуны являются чем? Кормовой базой для хищников, для хищных птиц, для хищных животных. Вот. Соответственно, вслед за грызунами также численность колеблется не так сильно, да, но тоже вот у них синусоиды послабее, колеблется численность и хищных птиц, и хищников млекопитающих, которые ими питаются. Так вот, о леммингах говорят, да, что лемминги идут, собираются тысячами и топятся в море. На самом деле, эти все легенды вот происходят из тех, как бы, когда люди видели, когда на пике численности леммингов очень много, и они действительно, они начинают массово расселяться, и они в тот момент не замечают водных преград и могут переплывать реки. Собственно, все животные хорошо плавают, достаточно хорошо плавают, могут переплывать реки, и вот это вот, оттуда возникло это поверье, что они идут и топятся тысячами. Вот. Они просто большими очень, как бы, стадами, да, стаями мигрируют. И в этот момент готовы переплыть все, что угодно. И пытаются даже переплыть в морские заливы. Вот. Ну, здесь у нас все. Хищные, да? Хищных у нас несколько семейств. Вот псовым здесь принадлежит, собственно, только три. Волк, лисица и песец. Да? Песец еще называют полярной лисой. Песцы здесь, в Хантамансийском, но это на самом севере, они сюда, они живут вообще в тундре обычно, и сюда мигрируют, как правило, в зимнее время, в лесотундру, вот в самых северных частях они бывают. Но по большей части округа песца у нас, конечно, нет. В основном, это волк и лисица. Ну, и собака, да, она домашнее животное. Вот. Но, собственно, если посмотреть, очень похожа на волка. Споры о домашнивании собак идут до сих пор. Где, когда, откуда, шакалы, волки. Но в последнее время все придерживаются той теории, что было несколько центров о домашнивании собаки. Но здесь, на севере, это самое древнее домашнее животное. Вот. То есть домашние собаки появляются тогда, когда еще никаких домашних животных на севере и в помине не было. Вот. Это первый спутник человека на этих территориях. Следующее семейство это у нас куньи, да. Самая крупная куница местного, это росомаха. Вот она выглядит вот так. Росомаху называют вторым медведем. А росомаха, это очень хищное, коварное животное. Оно подстерегает и может напасть и на оленя молодого. Вот. И жалости она не знает. И видите, какая широкая лапа. Росомахи живут вдоль до северного побережья, в тундре тоже. Видите, какая большая лапа, да. То есть отпечатки лап росомах сравнимы с отпечатками лап молодых медведей. Поэтому ханка их зовут младшим братом медведя, да. И зачастую, вот, кстати, на священной кедровой роще, там, где могильник, вот, и там, где могилы, вот, тех вождей, вчера Олег Викторович рассказывал, да, были захоронены знатные люди, под металлическими, под бронзовыми поясами сохранился мех росомах. Под головными какими-то, вот, ну, металл он сохраняет, консервирует, да, мех. Вот. И очень много, практически во всех могильных ямах, мы нашли фрагменты меха росомах. Вот. То есть, и в современное время, там, ненцы, ну, при предке этнографическое еще время описывалось, этнографы много что из росомах делали шапки, делали шапки шаманов, да, мех росомах использовали, вот, для таких ритуальных одежд. Вот. Выдра, ну, выдры здесь, ну, и росомаха, и выдра, это достаточно редкие все-таки животные, они здесь есть, но численность их никогда не бывает очень высокой. Выдра, это водное животное, да, для нее нужна и зимой вода, вот, она охотится в воде, она ест в основном рыбу и всякие водных моллюсков, вот, и мех выдры ценится так же высоко, как мех бобра, потому что он отталкивает воду и он очень в носке, да, он очень долговечен, вот. Ну, и зверь, собственно, благодаря которому я вот написала через слэш, да, то есть, не стала всей фотографии, то есть, вот это соболь, это третий вид, благодаря которому вообще у нас здесь все и происходит, мы с вами тут беседуем, да, мех этого зверяка назывался черным золотом или мягкой золотом, да, сейчас мы на этих территориях добываем нефть и газ и торгуем на весь мир, раньше с этих территорий торговали мехом соболе, мехом соболе и песца, но соболь это был самый, то есть, там, песец-лисица, понятно, веронастай и другие, но соболинные меха были всегда самые дорогие и самые востребованные, причем мода на меховую одежду, она очень давняя, там, начиная с 8-9 веков, это был, это был первый пик, когда пришла вот эта мода и на эти территории начинают приходить люди за, то есть, соболь был, как и бобр, очень быстро выбит в европейской части России, его там было тоже очень много, вот, но он тоже там был очень быстро выбит, вот, и, собственно, за соболем и за мехами соболинными и бобровыми народ шел на север и сюда пришли ровно, люди приходили ровно за этим, за вот этим дорогим мехом, да, жили они здесь за счет северного оленя, но приходили они вот за этим сюда, вот, куница это вид двойник, собственно, на внешний, на первый взгляд отличить соболи от куницы очень сложно, да, они немного отличаются по цвету меха, при том, что цвет у них очень сильно варьирует, у того же соболя, да, может быть, все слышали о бургузинском черном соболе, да, в Восточной Сибири цвет меняется так же, как и цвет шкурки бобра, бывают абсолютно черные бобры, бывают почти рыжие бобры, да, вот, и соболя с куницы отличить, да, и даже по костям очень сложно, это практически виды двойники, с той лишь разницей, что куница живет больше в верхнем ярусе деревьев, да, она предпочитает лазить по деревьям, по кронам, а соболь больше живет на земле, вот, и сейчас во многих местах, там, где соболь был выбит, тоже к 17 веку, куница начала после этого занимать его место, продвигаться на север и на восток с европейской части, и занимает те ареалы, которые раньше занимал соболь, вот, здесь еще похожий на соболя, но помельче, с абсолютно рыжей, такой, ровно рыжей шкуркой колонок, но это в основном на востоке, на самом востоке округа, да, по большей части его нет, только на восточных частях, а также норка, а раньше была европейская норка, но в небольших количествах, это тоже зверек, связанный с водой, водный зверек, он размером с соболя, вот, с черной шкуркой, вот, но, опять же, в середине прошлого столетия была завезена американская норка, которая почти повсеместно заменила европейскую норку, которая лучше размножается, активнее, более приспособленная, покрупнее этот зверь, и сейчас в основном в наших лесах живет американская норка, европейской норки осталось очень мало, и скура, я думаю, не будет совсем, вот, значит, следующий, как бы, размерный класс, да, куниц, вот, третья, большая, крупная, это у нас барсуки, но барсуков здесь тоже мало, они в основном в южной и в западной частях живут, вот, барсуков здесь, как бы, довольно немного живет, чем отличается барсук от всех остальных куниц, тем, что он роет очень глубокие норы, и залегает спячку на зиму, вот, и самые маленькие, это горностай ласка, вот, это горностай, а ласка еще меньше, то есть, это вот, ну, вот такие зверьки, вот ласка, она не больше этого карандаша, по размеру, горностай немножечко побольше, они очень мелкие, что интересно, горностай полностью перелинивает к зиме и становится абсолютно белым, только кончик хвоста у него черненький остается, а зверек, вот, и горностай и мантии, так называемые, если вы слышали, да, что царские горностай и мантии, они делались из зимнего горностая, то есть, это белый мех с черными кончиков хвостики, такие, болтаются где-нибудь в кино, увидите, посмотрите внимательно, вот, непредставимо, сколько нужно было вот этих маленьких зверьков, для того, чтобы сшить одну горностай и мантию, вот, ну, горностай здесь живется довольно вольно, он охотится на грызунов, вот, при том, что он такой маленький, он довольно хищный, вот, это вот такие у нас здесь живут куницы различные, чем отличаются все куницы, вот, быстренько, да, видите, у всех у них длинное, вытянутое тело и короткие лапы, то есть, это вот такое вот отличие всего этого семейства, вот, еще куницы отличаются тем, что они многие едят не только, то есть, они хищные, да, но при этом они с удовольствием питаются всякими растительными, они могут есть кедровые орехи, они очень любят мед, многие, они любят ягоды, вот, в желудках погибших соболей и куниц, да, находили массу там брусники, орехов, меда, то есть, вот, вот таких, как бы, не свойственных для хищных еды, вот, ну, следующий, вот, самый крупный хищник у нас медведь, да, медведь, он хоть и хищный, но он всеядный, то есть, большая часть пищи медведя составляют растительные всякие источники, то есть, он ест, вот, вот, все те съедобные растения, о которых мы вам говорили, с вами говорили, да, все медведь использует в пищу, то есть, он ест и рябину, он ест и черемуху, вот, он ест и малину, с большим удовольствием, чернику, бруснику, то есть, вот, он, медведю, для того, чтобы спать в спячку, да, все знают, да, что медведи спят, бурые медведи спят, вот, для того, чтобы впасть в спячку, им нужно набрать определенный вес, потому что, если они его не наберут осенью, то они могут не выйти из спячки, за долгий зимний период израсходуют слишком много, понятно, что метаболизм у них снижен, да, и они расходуют мало энергии, вот, но тем не менее, если они не наберут достаточного веса, они могут не выйти из спячки, тем более, что медведицы в это время рожают и кормят медвежат, да, в берлоге зимой, то есть медвежата родятся маленькие, то у такого огромного медведя медвежонок родится полкилограмма, это вот такой вот крошечный, крошечный медвежонок, и медвежата, они рождаются где-то в декабре, и потом до весны, до конца марта они сосут медведицу в берлоге, и не у медведицы, и не у медвежат другой пищи нет, соответственно, поэтому они должны набрать необходимую массу, чтобы выдержать вот этот вот зимний период покоя, вот, и вот это вот, вот эти вот все ягоды, почему говорят, что медведь любит мед, да, большое количество углеводов, запас, то есть, любое сладкое, вот за счет этого медведь набирает вот этот вот свой осенний вес, запас жира, вот, белого медведя у нас здесь нет, он только на арктических побережьях, белые медведи в спячку не впадают, если вы знаете, то есть там в берлогу устраивает только самка, которая собирается родить детеныша, самцы белых медведей не ложатся в спячку, а у борых медведей все ложатся в спячку, и вот им нужно набрать это, охотятся медведи крайне редко, они предпочитают есть падаль, да, которая, у них очень тонкий нюх, они запах этот чувствуют иногда за несколько километров при попутном ветре, вот, и даже если вдруг они охотятся и забивают какое-то животное, то, как правило, большую часть мяса они прикапывают, ждут, когда оно немножечко само переварится, да, и потом едят вот это вот потухшее мясо с большим удовольствием, вот. Единственный представитель кошачьих, да, которые у нас тут вот заходят на эту территорию, это рысь, но это тоже в основном западные окраины, потому что вот здесь я думаю, что здесь рыси сейчас практически нет, вот, это единственная кошка, которая вообще у нас здесь появляется, вот, кроме таких всем известных зверей, да, но про медведя это ладно, это вы совсем у меня уснете, если долго рассказывать, но потом, если что, поговорим, да, вот, у нас есть еще такие насекомоятные ракокрылые, да, то есть здесь живут летучие, несколько видов летучих мышей, но эти летучие мыши здесь живут только в летний период, они, что называется, перелетные, а те, которые не улетают на зиму поюжнее, они здесь замерзают и погибают, если они вдруг здесь впадают в пяточку, то они уже из нее не выходят, столь суровая зима для них критично, вот, и вот здесь живут кроты, сибирские, европейские, встречи на кроты, вот, кто работал на роскопе, да, землероек, которых я приносила, у нас есть, знаете, яма для отходов, да, это, собственно, у нас получилась такая яма-ловушка, в которой, если кто попал, тот там и погиб, из мелких, вот, я оттуда достала двух землероек, двух барозубых, вот, чем отличаются, это вот краснокнижный вид кутора, водяная, которая охотится в воде на всяких, то есть, все это насекомоядные, которые, собственно, летучие мыши тоже, рукокрылые насекомоядные, которые питаются всяческими насекомыми, всяческими червями, да, всяческими земляными беспозвоночными, вот, и у них для этого соответствующий зубной аппарат, видите, какие носы у всех похожи, да, вытянутые носы, вот, и длинный ряд острых зубов, чтобы хрустеть всеми этими жесткокрылыми жуками, да, то есть, вы знаете, что надкрылья и вот этот вот хитиновый наружный скелет у насекомых довольно твердый, вот, у них вот такие острые зубки, которыми они все это схрустывают, вот, ну, и сами, в свою очередь, являются кормом для хищных змей, этих самых, млекопитающих, птиц и так далее, вот такие вот живут, незаметные зверушки, о которых вы, наверное, никогда и не видели, ну, домашние животные, да, все понимают, что домашние животные сюда прибыли с человеком, вот, одно из самых древних на этой территории домашних животных, это лошадь, вот, лошадь вместе с кочевыми южными племенами сюда приводили много раз, и вчера все видели, что у нас на раскопе было, да, череп лошади, на пятом раскопе нашли кости коровы, да, почему, то есть, и когда мы говорим в связи со священной кедровой рощей и со святилищем, почему же домашних животных приносили в жертву? Все знают? И предпочтительны, когда на территории появились домашние животные, то есть, предпочтительнее приносили в жертву домашних животных. Ну, домашние животные, они как бы свои, или что-то, что-то, что-то от себя дают? Нет, ну, немножечко не так. Жертвоприношения, как правило, совершались по какому-нибудь поводу, да, скажем, начало охотничьего сезона, зимнего, да, осеннего охотничьего сезона, когда нужно было добыть северного оленя для долгой зимы, да, для пропитания, когда нужно было добыть пушных зверей для обмена с европейцами, да, вот, начало, вот это, когда нужно было добыть там птицу зимнюю, осеннюю, так вот, в какой-то момент нужно было произвести ритуальное жертвоприношение. До того, как появились домашние животные, да, для этого нужно было поймать кого? Оленя, лося, выходя на охоту, вы уверены, можете быть уверены сто процентов, что вы добудете? Нет, да, а с домашним животным очень просто. Ты пошел, купил лошадь, которая стоит и ждет, стоили, да, или корову, и в тот нужный тебе момент ты совершил это жертвоприношение. Ты во славу богов или для того, чтобы оживить там духов, как вчера рассказывала, ты совершаешь жертвы с помощью домашнего животного, ты можешь совершить жертвоприношение в тот момент, когда есть для этого повод, да, а не бегать, охотиться за лосем или оленем, не уверены, что ты его добудешь в нужный момент. Вот поэтому с появлением домашних животных, да, большая часть жертвоприношений, да, приносилась именно домашним животным. То есть они могли добытые и заготовленные шкурки обменять на лошадь, лошадь зарезать, да, во хвалу богам, принести в жертву и спокойно дальше заниматься своими делами. Поэтому домашние животные в основном у нас на всяческих поздних святилищах и так далее. Вот. Ну и соответственно сейчас уже домашних животных разводят и на еду. Собственно если мы не на этой территории, но северной, да, в тундровых, в тундровых, домашний олень почти полностью заменил дикого оленя. Да, если мы говорим о ямальской тундре, вот, стада домашних оленей заменили стада диких оленей. Это стало выгодно выпасать домашнего оленя. Вот. огромные стада, но очень интересно, что сами пастухи, сами пастухи, то есть дикий олень существовал долго, довольно долгое время, параллельно со стадами домашних, когда уже домашние олени появились. Вот. И если нужно было забить на еду, то старались забить дикаря, дикого оленя, но не трогать своих, потому что свое домашнее стадо, это было богатство, это было мерилом богатства. Вот. Чем больше у тебя стадо, тем ты богаче. Вот. Поэтому, когда, а даже сейчас, когда немцев покупаешь оленя на еду, да, они, во-первых, они в своем стаде всех оленей почти знают в лицо. и они тебе поймают либо старую оленуху, которая уже не плодится, не дает приплода, да, либо какого-то молодого оленя, который им кажется не очень, да, вот, то есть они стараются выборковать вот не очень там здоровых или годных к последующему размножению оленей, чтобы как можно меньше нанести урон своему стаду. Потому что для них это до сих пор, это вот мерило их богатство. Ну и дальше, да, закончили с млекопитающими, сейчас быстренько по птицам. А на этой территории гнездится немногим больше 200 видов птиц. Огромное количество птиц. Опять же, кто догадается, почему птицы, да, большая часть из них перелетная? Почему сюда летят птицы гнездица? Потому что лес высот. И? Ну, безопаснее. Ну, а в тундру тогда они зачем летят? Там вообще никакого леса ни разу нет. Ягоды это хорошо для еды, но и еще. То есть, вот представляете, весь север Евразии, да, это довольно пустынная территория. Юга, на которых улетают птицы, они довольно хорошо были заселены. То есть, здесь у птиц гораздо меньше врагов. Они гнездятся в недоступных местах, очень многие на болотах, тундрах, на озерах, да. Вот. И это такое наиболее безопасное место, с одной стороны. в летний период здесь создается огромная биомасса, очень много корма для птиц. Андрей правильно сказал, что с одной стороны для зерноядных птиц здесь много ягод, с другой стороны много кого гнусов для насекомоядных птиц, да, потому что, скажем, те же стрижи и ласточки питаются вот этими вот комарами и мошками. Вот. То есть, здесь достаточно много корма, при этом достаточно безопасно, поэтому огромные стаи перелетных птиц, огромное количество, потом здесь огромное количество водно-болотных угодий, да, здесь вся территория, если лететь на самолете, особенно к северу, вот, такое ощущение, что суши, подлетая особенно, вот по Ямал-Ненецкому, что суши меньше, чем воды, то есть, вот, вся поверхность, она, вот, покрыта озерами, старицами, протоками, реками, да, то есть, очень много мест, удобных для гнездования, ну, здесь вот у нас баровая дича, баровая дича, это, соответственно, таежные, да, это тайга, которая живет в тайге, в таежных стациях, и здесь тоже, опять же, очень много ягод, летом, да, чтобы отъесться, а зимой они питаются сережками из берез, шишками, соответственно, хвойных деревьев, вот, и один из самых крупных птиц, да, таких вот, это глухарь, немножечко поменьше тетерев, помельче рябчик и еще мельче белая куропатка, с белой куропаткой история похожа, это тоже один из наиболее добываемых древностей видов, потому что белая куропатка, она маленькая, но зато она образует огромные стаи, огромные стаи, которые летом, вернее, летом в тундре, улетают в тундру для размножения, а в зимнее время возвращаются в лесотундру и в тайгу и очень легко попадаются в простые петли, которые ставят на тропах, вот, и их добывали сотнями и тысячами белых куропаток, и они были таким вот большим подспорьем в зимнее время для, как бы, местного населения. Также хорошо добывались и глухаря, ну, рябчика его меньше, в принципе, очень хорошо, очень много добывали глухаря, особенно на северных территориях, около Березово, вот, ну, и я думаю, что здесь тоже. Следующие, это водоплавающие, перелетные птицы, это вот несколько видов гусей и огромное количество уток разных, которые тоже добывались. Утки и гуси добывались с одной стороны на пролетах, да, когда они летели огромными стаями, их ловили в сети, их ловили в сети, расставляли на местах пролета огромные сети, потому что они садились на ночевку на водную гладь, да, и, чтобы им взлететь, им нужно было по водной глади немножечко проплыть, как бы, разбежаться, да, и взлететь. и ставили по берегу или прямо вдоль озера или реки натягивали огромную сеть и потом птиц пугали. И пока они начинали лед, очень много, до сотни, до тысячи птиц попадали в эти сети. Их ловили. Вот. Эти птицы спасали народу, то есть, представляете, это вот во время весеннего лета, когда зимние запасы оленины, закончились, да, и когда весной есть, в общем-то, нечего. И вот эти перелетные птицы, они были такой вот кормовой базой весной и спасали население от голода во время вот весеннего такого, весеннего голода. Вот. Потом, летом, опять же, тоже, что происходило летом. Птицы летом линяют. Птицы, как и, знаете, да, что птицы линяют? Вот. Самки остаются на гнезде и с утятами, и с гусятами, а самцы у многих видов перелетных водоплавочек, они собираются в огромные стаи и отлетают на большие озера. И там они не могут летать. Они прилетают, туда садятся и в основном плавают на этих озерах какое-то время, пока не отрастет маховое крыло. И они очень доступны, потому что взлететь и улететь они не могут. Вот. Это вот здесь живут всякие другие. Вы видели куличков, которые бегают около озера, около нашего сыркового сора маленьких. Их огромное здесь тоже количество. И гнездицы огромное количество. Я сейчас на них не буду останавливаться. здесь два вида журавлей. Серый журавль и стерх. Стерх он в Красной книге. Серого журавля довольно много. Плюс гнездицы много цапель, несколько видов. У всех я говорю, птиц очень много, не говоря уже о воробьиных и так далее. Отдельно это хищные птицы. Орлан белохвост занесен тоже в Красную книгу Хандемансийского округа. Различные совы, различные соколы и ястребы. Вы все время подходя к колороскопу видите, да, реют. У нас там ястреб какой-то у нас я коршуна видела. Ястреб все время реет около сыркового сора. Хищным птицам здесь тоже раздолье. Они охотятся на более мелких птиц, они охотятся на грызунов. Вот некоторые как орланы они могут ловить рыбу. Во время нереста особенно. Полярная белая сова она зимует здесь. Если остальные большая часть хищных птиц улетает тоже южнее зимовать, то белая сова остается. Афибия у нас с вами. Вот наш любимый сибирский углазуб. все узнали. Обыкновенный тритон только на западе он в Красной книге Ханты-Мансийского округа. Он обычен довольно в Свердловской области, но здесь его мало, просто потому что для него это холодно. Не все амфибии здесь выживают. Серую жабу тоже все видели. Сибирскую лягушку и остроморда лягушки здесь живут. Остальные здесь еще другие виды лягушек иногда травяную лягушку находят, но это тоже в таких южных и западных областях. Довольно немного амфибии. Ну и рептилии тоже все знакомы с гадюкой. здесь ящериц много бегает живородящая и прыткая ящерица ну и уж обыкновенные. Гадюка здесь живородящая ну как она яйца живородящие она рождает детенышей в яйце но они уже там сформированы они формируются в этом яйце внутри тела матери она рождает яйца из которых тут же выходят маленькие гадючки а скажем муж обыкновенный он откладывает яйца и там уже развиваются в ней тело матери мужжаты маленькие живородящие ящерицы тоже как и живородящая гадюка вот гадюки как бы опасность гадюк преувеличена то есть смертельных исходов практически не бывает от укусов гадюк то есть не подставляйте лицо вот все остальное в основном проходит само даже без лечения сейчас есть антидоты вот единственное как бы правильное не надо накладывать никаких жгутов потому что это бесполезное занятие это вы только наоборот ухудшите положение если вас укусило надо постараться отсосать из рамки яд да вот эту вот кровь вот и дальше просто обработать рамку и переждать когда пройдет интоксикация да может быть опухание может быть лихорадка просто облегчать свое состояние но как бы за несколько дней как правило все проходит бесследно ну и богатством этих мест является понятно рыба здесь водится около сорока видов рыб вот самые известные да это сибирский осетр он сверху да это муксу щекур пелик но здесь вот нельма нет да вот нельма она тоже относится к сиговам это наиболее крупная вот самые добываемые здесь это пожалуй щука одна из самых добываемых рыб вот щука налим с налимом и со щукой связано очень много поверив у местных как бы коренных народов местных вот а такие карповые как вот карась яйца платва они повсеместно здесь заражены апистархозом вот это такой опасный паразит который поселяется в печени и в общем довольно сильно вредит сильно вредит как бы человеку сейчас есть лекарства от них щуки тоже заражены дефилобатриозом это такой тоже паразит это вот вам Дарья может поподробнее рассказать если вы спросите он не такой опасный как афистор кто знает чем осет различается от остальных рыб да это хрящевая то есть есть рыбы хрящевые наиболее древние кто относится еще хрящевым рыбам наиболее известны акула совершенно верно акула это тоже хрящевые рыбы то есть их скелет состоит в основном из хряща все остальные это рыбы костистые у них очень твердые кости да когда ели рыбу вы замечаете а осетр и стерлядь сибирская это хрящевые рыбы они очень древние у них практически все кости которые у них есть они очень мягкие у осетра сохраняются как правило вот эти жаберные крышки и вот эти жучки так называемые да это тоже типа экзоскелета вот они твердые и костистые а внутренний скелет что осетра что этой самой стерляди он состоит из хряща и практически не сохраняется вот а сибирские осетры и стерляди они очень жирные они очень ценятся за счет потому что они здесь набирают очень много жира скажем каспийские осетры да и волшки осетры всегда ценились меньше потому что там тепло там рыба не такая жирная мясо ее суховатое а у сибирского осетра очень жирное мясо этот жир прямо вытапливали и хранили специально то же самое касается муксуна и нельмы вот чем отличаются скажем осетр нельма муксун это так называемые полупроходные рыбы это которые откачевывают в моря за счет того что они мигрируют между морскими водами и пресноводными водами в них как правило не содержится опасных для человека паразитов вот это так называемая белая рыба вот во первых у нее очень белое нежное мясо вот во вторых эта рыба ценится еще и тем вот и нельма тоже что в ней нет паразитов опасных для человека вот и это в общем очень важное такое да качество для древних людей которые ну и это очень жирное это самые жирные породы рыб потому что мясо щуки гораздо более сухое оно практически не содержит жира вот а здесь в отсутствии углеводов да то есть население которое жило на этой территории не получало углеводов вот они приспособились есть в основном только белковую да белки и жиры в основном в этой пище вот и вот эти жирные породы рыб они были очень важны для нормализации обмена потому что если питаться одним мясом почему такие есть мясные диеты для похудения да потому что мясо это тяжелая пища для того чтобы переварить диетическое нежирное мясо требуется затратить еще и жиры собственного организма для того чтобы полностью оно расщепилось поэтому если долго есть совсем нежирное диетическое мясо это очень не полезно для организма да для баланса нужно потреблять какие-то извне жиры еще поэтому вот это вот жирное мясо рыб и вот эти жиры рыбьи они были очень полезны ну и плюс да большое количество витаминов а и е которые содержатся в рыбьем жире как вы знаете поэтому рыба всегда была очень важным компонентом и русские которые приходили сюда селиться и строить города остроги они всегда выбирали место рядом с рыболовными песками вот потому что и в европейской части как правило русские поселения изначально ставились на больших реках на озерах ладогу да знаете старую ладогу это как бы место куда пришли рюрики да и откуда пошел новгород и так далее так вот в старой ладоге очень давно идут раскопки и когда там копали слои девятого века это как раз вот примерно да время основания новгорода так нам прислали коллекцию костей вот так вот там были рыбы да бляшки осетра были вот такого размера то есть коллеги ихтеологи определили что осетры там были до 3 метров 20 сантиметров наиболее крупные особи и там этой рыбы было очень много когда копали слои пятнадцатого века таких рыб не было и в помине всю эту рыбу выловили осетры уже не дорастали до таких размеров да то есть вот за эти несколько веков практически популяция вот такого огромного осетра она была уничтожена и уже кости были привычных нам размеров близких к современным да вот максимум метр метр двадцать вот а тогда были более чем 3 метра и причем этой рыбы было много тогда и она была чуть ли не основой питания вот так что и здесь рыба в общем вы знаете сейчас запрещен вылов осетровых потому что то же самое особенно когда появились сети до появления сетей ловили меньше с появлением сетей различных приспособлений рыбу вылавливать начали больше запасы ее истощаются ну и плюс загрязнение рек идет вот что соответственно влияет и на кормовую базу и на самих рыб негативно потому что вот муксуна скажем осталось ну то есть вот последние несколько лет вылавливают очень мало сейчас потихоньку его популяция восстанавливается но очень медленно это такой достаточно долгий процесс ну вот в основном про животный мир я немножко вот тут вот это вот памятник полярного урала это стоянка комтысё 2 да вот видите палаточки знакомые вам такие желтенькие стоят вот здесь практически тундра очень работать очень тяжело открытый вот раскопчик да похожий очень только леса вокруг нет никакого вот заснеженные вершины гор это июль или август месяц там снег не тает никогда вот вот это вот наши ребята копают вот там найдены лопатки видите лопатки это уже фрагмент и метаподии северного оленя ну там много костей но в основном это все северный олень вот другой памятник это ширкалы оде это вот приобье а вот это вот белочка оттуда да а вот там вот это вот огромная стрелка острова которая дается в реку вот и там холмы на которых огромные раскопы там костей очень много очень много пушных это вот вот так они торчат из слоя вот это вот бровка да вот очень много пушных зверей очень много северного оленя то есть там очень практически весь видовой состав который я вам сегодня да млекопитающих представила там кости всех этих зверей есть и вот это вот городище Монгасюри это Чистухинский Ури это Угутский район вот если мы с вами копаем практически плоскую да и у нас небольшой культурный слой то вот представляете вот это было городище да насыпанное и вот это все надо было скопать вот вот здесь вот ну не очень видно как сложно видите какими сложными этими самыми это все и вот там глубина была больше трех метров раскопов соответственно землю оттуда надо как-то доставать и выбрасывать наружу вот и поэтому можете понять то что мы сейчас с вами копаем это в общем детская песочница по сравнению с такими памятниками вот вот там были найдены ритуальные видите это вот череп медведя лежащий на лопатки вернее голова не череп череп и нижней челюсти кости головы медведя это череп северного оленя вот видите вот это высота вот а туда вниз идет еще еще в два раза больше высота на уступе лежит череп северного оленя а это череп и нижние челюсти волка ну вот вот там мощные такие ритуальные комплексы ну и вот еще Угутская 21 это тоже около Угута это тоже вот это вот в лесу знакомые вам пеньки здесь будут раскопы что-то напоминающее но тоже гораздо более глубокий культурный слой это вот торчат видите рога северного оленя тоже вот они тут вот здесь кости торчат из слоя в большом количестве но это поселенческие объекты и соответственно на поселенческих объектах костей гораздо больше вот потому что мне никто не задал ни разу вопрос вот мы нашли вчера череп да мы находили копыта а где все остальное собственно да ни разу никому не пришло в голову а куда конь-то девался голову нашли череп нижнюю челюсть фаланги находили да куда девался остальной конь нет не знаете не догадываетесь нет никаких мыслей по этому поводу но как вы понимаете еды было здесь на этих территориях не очень много если мы вспомним про степные курганы кто-нибудь читал слышал да степные курганы где там целые лошади лежали целые коровы целые овцы там жили кочевники которые кочевали с большими стадами в них еда всегда под боком с ними ходила рядом на этой территории еды много не было никогда то есть они голодали периодически очень часто и зависели от того что это и позволить себе принести целое животное в жертву да они не могли просто физически поэтому оставляли голову шкуру с ногами с копытами а все остальное съедали готовился на всю общину да большой обед и все все остальное там лошадь оленя лося не важно какое животное все остальное съедалось вот на памятнике Манкесюри да которые вот это городище там было найдено несколько ям в которых было плотно которые были плотно забиты сильно раздробленными костями там двух трех оленей вот мы интерпретировали эти ямы как жертвенные ямы причем они находились внизу под как бы полом жилищ да как жертвенные ямы то есть забивали оленей жертвенных их съедали да их остатки заворачивали в шкуру и закапывали вот то есть как правило на этой территории жертвенных животных съедали практически нет таких захоронений ну если это не собаки да которые собак приносили в жертву некоторые северные народы там могут быть целы все остальное мы находим как правило и поэтому как бы можно определить что здесь была какая-то ритуальная деятельность ну на этом все то есть все